Социальное обслуживание и защита, освещение во дворах, благоустройство территории, медицина, общественный транспорт. Большинство вопросов, которые жители региона адресовали губернатору, касались прежде всего и этих тем. Много было обращений насчет четвертой волны коронавируса. Заболеваемость растет, но осенью всегда поднимают голову респираторные заболевания. Дети идут в школы, люди возвращаются из отпусков. Количество коечного фонда, развернутого под коронавирус, практически в два раза меньше, чем пиковое значение сейчас. У нас огромный запас по дополнительному коечному фонду, который можно будет развернуть. Плюс сейчас свободный коечный фонд, даже внутри развернутого, достаточно значимый, около 25% постоянно мы держим, плюс-минус. Все необходимые медикаменты, лекарственные препараты, оборудование, которое необходимо, все в наличии. Поэтому, несмотря на ожидания роста, мы считаем, что мы к нему будем готовы. Также в ходе прямой линии с губернатором жители Нижегородской области обратили внимание на кадровый дефицит врачей узкого профиля. По словам Глеба Никитина, это одна из самых сложных проблем в здравоохранении. И касается она не только нашего региона. Сейчас у нас по разным оценкам 350-380 человек, дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. Реализуется программа поддержки привлечения специалистов в социальные учреждения, в том числе в здравоохранение, где мы выплачиваем соответствующие средства на приобретение жилья. По словам губернатора, нужно двигаться в сторону увеличения врачей общей практики, маршрутизации узких специалистов по находящимся рядом районам. Также Глеб Никитин рассказал о дегазификации жилого фонда. В регионе голубое топливо придет более чем в 45 тысяч домохозяйств. Кроме того, речь шла о строительстве метро в Нижнем Новгороде. К 2025-2026 году планируют построить станции на Сенной и в Сормском районе. На все вопросы, не прозвучавшие в эфире, обещают ответить. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Продолжение следует...